Мир всем, праздник, праздникам. Мир всем, праздникам. Пристос, праздникам. С миром, миром принимаем. Я звук-то отключила? Нет. Продолжение следует. 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 Вопросы, Игнать Тихонович, сегодняшние садукеи, сектанты, можно ли их сравнить с тогдашними? Нам толкователь говорит, что те называли себя праведные и вы много раз замечали, что их жизнь по сравнению с православными такими, скажем, обычными, намного чище, они не пьют, не курят, и работники хорошие. Но, однако, ересь... Ну что, схожи они чем? Они признавали только пять книг, остальное выбросили. Православные ничего не выбрасывают. Вот здесь получается, что они отбросили все. А эти одиннадцать книг из Библии очень похожи. Далее, они, ну, практически-то пророков нету, псалмов нету, преданий нету. А у православных это парисеи прямо и два раза поститься, и все. Тут даже не надо искать-то. Сходство очень большое. Но мы скажем так. Из парисеев получился самый великий проповедник. Ян Павел говорит, а из парисеев фарисей? Это не было. Что-то сегодня, когда человек лицемерит и перекрашивается название такое. Мы говорим по вере. Зашел он помолиться и видим, что как они вели себя. Поэтому из парисеев, да. А из саддукеев, как бы они правильно не называли себя, что они вели себя, ничего и нету. Поближе-то с сектантами познакомишься, там самоправедность. Нет неправильного крещения, ни церковь, ни рукоположения. Ну, а внешне? А мы не пьем, не курим. Я говорю, ну, космонавты. Ну, а дальше-то разберитесь, кто вы такие? Ничего нету. Ни поста, ни креста. Тысячи разных сект. Но православие с католиками разошлось, на этом остановилось. Там что-то понятно, по учению как-то. А это же ежедневно. Раз главы нету, ни от кого независимый, поэтому дробись, отошли двое уже, двое или трое. Христос посреди них. Полное абсолютное сходство. Это саддукеи. В духовную жизнь, что бы ни сказал, откуда известно. Когда прямо, допустим, взять, когда накануне битвы, Саул искал волшебницу, хотя сам их истреблял. Хотел узнать. Больше никто не знал прошлое-то. Ну, там, Мессинга, Вольфа-то не было. Ванги не было. Ну, а были люди, которые знали-то. И что из этого получилось? Вышел Самуил. Все. Да он не вышел. Как он бы вышел ведьму? Могла ли его вызволить? Нам не надо рассуждать. Слова, которые говорят «И сказал безумец сердце своем». Нет Бога. Нет Бога – это он сказал. Ну, правильно или неправильно – это вопрос другой. Но что «сказал безумец» – это слова автора «И сказал безумец». Двоеточие. Так и здесь. Там написано «И сказал Самуил». Эти слова принадлежат Духу Святому. Они ничего не понимают. Толкования нету. Все отброшено. Вот где вот считаем мы слова автора. Это на сто процентов. «Сказал Саул». Да, это Саул сказал. Не ведьма, не злой дух сказал, не демон. А что правильно или неправильно – это вопрос тут можно смотреть. Вот так. Отошел. Спасибо, Христос. Так, если больше вопросов нет, идем дальше. Сергей, можно добавить? Можно. Вот. Германия. Ну, это вот недавно. Там полгодика назад или эта сестра только перекрестилась. Им рассказывает. Едет священник. Он уже заведен, что священник. Ломается машина. Подъезжает он на ЭТС. Этот выходит и говорит. Ну, видно, что православный. Борода все. Говорит. «Ты православный священник. Я тебе, я баптист. Я тебе не буду делать». Вот так. Прямо в глаза и говорит. Вот. За себя, говорю. Сейчас. Вот. Вот это сейчас время. Да. Тоже баптист слепой и хорошо разбирается в компьютере. Да. Попросил его, зайди, помоги мне. Да. Он заходит ко мне в компьютер. Да. И все. И все. Он видит православное и все. Он там раз, звук убрал, поудалял. А это же воровство. Это же воровство. Поудалял что-то православное и все. Бах-бах. Там к ней. Все это ты. И все. Вот. Это наше время. Сейчас. Месяц два-три назад. Все. То есть смысл вашего высказывает, что не такие уж и праведные они, сектанты, как себя привыкли позиционировать. Да. Да. Вот второй случай. Пятидесят. Я тебе заговорил за баптиста. Вот это, что АТС. Священников, что со мной баптист. Пятидесятник. Да. Играю на гитаре. Забыл аккорд. Да. Тоже жил. Ну вот недавно. Да. Забыл аккорд. Я говорю, Сергей. Я говорю, подскажи мне. Я говорю, аккорд. Я говорю, аккорд этот. Д. Ответ. Ответ. Вспоминай. Вот и все. Вот все тоже там это. Говорю, там есть группа. Это Зело Православное. Она там бегает, скачет, скачет. Прошу. Помоги. Ради Иисуса Христа. Помоги мне. Сжалься надо мной. Это. Помоги мне туда войти. Найти эту группу. Ноль. Ну это уже девушка. Вот такие эти. На языках, да. Или она говорит, ой, там да. Ой, молиться, да. В Иисуса. Мне все хорошо. Между прочим это вчера было. Все. Хорошо. Молитва. А как готовить. Она тоже слепая. Как готовиться. Ну смотрю. Раздражение. Все. Там злость поднимается. И все. И это она ищет из себя мужей. Ну таких. Лежачих, да. Ну говорю. Теперь понял. Зачем тебе лежачие эти. Эти. Мужья. Ну то есть. Чтобы ее не могли и ничего сделать. То есть злоба. Поднимается. Злость. Ненависть. Ну где же тогда твоя любовь. Где твоя издевается. Где же она издевается. Благодать твоя. Вот такие дела. Аминь. Так. Ну вот. Вопрос еще такой. Игнать Тихонович. Греховно ли сорвать бумажные объявления. Греховных сборищ сектантских. Там. Танцевальных спектаклей. Показов. Или. Коли уж они наклеили. То и. Такая. Сейчас запретили. Ну как. По государственным законам. Свидетели. Так называемые. Яговы. Свидетели. Сторожевой башни. Отняли у них. Их. Места собрания. Они называли. Зал царства. Они как ходили. Так и ходят. И будут ходить. Православные как спали. Так продолжают спать. Еще сегодня их. Потом нас. Так было всегда. Как один там. Ну. Какой то. Я не знаю. Деятель. Такой был. В Германии. Что то там. На букву Н. Неймар какой то. И говорит. Когда. Начали брать. Профсоюзных деятелей. Противоположная партия. Я промолчал. Я не профсоюзный деятель. Стали гнать католиков. Я промолчал. Я не католик. Коммунистов. Уже раньше забрали. Я не коммунист. Когда пришли меня брать. Уже никого и нету. Вот так. Если начали с них. Они нами. Нами закончат. Никогда этого не делал. А что срывать. Ничего не даст это. Практически. Они наклеят тысячи. Разных объявлений. Это ничего не даст. Кроме того. Покажут. Что мы боимся их. Просто так. У нас было такое. Наше объявление. Которое мы развешивали. Семинаристы местной. Алтайской епархии. По городу разосланы были. Священниками. Срывали везде. Приклеено плотно. Фломастером писали. Ересь. Детский лагерь. Ересь. А теперь новый митрополит. Подал заявление. Объявление. Я пришел там. А там принял. Он бывший секретарь. Беляев. Отец Сергий. Он приезжает. Потеряевку. И прямо в притворе Покровского собора. Приклеили. И все лето висело. Никто не пришел. Но главное само явление какое. Это объявление никого не подвинуло к нам. Ну. Само отношение-то какое приятное. И поэтому. Чего не хочешь себе. Не делай другому. Библия к этому приглашает. У нас было так. Мы вели занятия в Алтайском техническом университете. И один кто-то заходит. И увидел там какие-то сектанты. Он прям берет и сорвал. Я ему выговорил. Ты помнишь? Ну все. Давай дальше. Матфея 3 глава 8 стих. Сотворите же достойный плод покаяния. Толкование. Видишь что говорит. Не только должно избегать зла. Но и приносить плоды добродетели. Ибо сказано. Уклонись от зла. И сотвори благо. Псалом 33.15. Вопросы? Ну к слову сказать. Вот этот стих. Правда он. У Луки. Сотворите достойные плоды покаяния. Можно сказать. От него я духовно родился. Я когда принял крещение. Принял крещение. Дальше что? Меня авансом-то крестили. Так уж я. Как мне сказали. Как человек ты хороший. Но как христианин никакой. Ну так и было то тогда. Не знаю. 2005 год. Сколько лет прошло. Я задумался. Ну вот. Учитаю. Лука 37. Сотворите достойные плоды покаяния. Плоды. Покаялся. Принял крещение. А плодов то нету. И что? Засохшее дерево. Плодов нет. Что с этим деревом делают? Срубают. Бросают. Срубают в огонь. И тогда я с этого момента стал помогать в лагере. Волонтерам. Другие на себя. Как сказать. Общественную работу такую. Искать нужно. Чтобы именно вот этот добродетель делать. не уклоняться. Вот. А то некоторые как. Принял крещение. А замер. И сидит. Ничего не делает. Ничего и не будет. Вера без дел мертва. Так. И далее. Девятый стих. И не думайте говорить в себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам. Что Бог может из камней сих воздвигнуть детей. Аврааму. Толкование. Им служило в погибель то. Что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями разумеется язычники. Нискоих многие уверовали. Но Иоанн говорит просто. Что Бог из камней может воздвигнуть чад Аврааму. Ибо и ложесна Сары по бесплодию были камнем. Однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чада Аврааму от камней тогда. Как при распятии его многие увидев распавшиеся камни уверовали. Ну а вот Игнать Тихонович. Вот когда вот в то время говорил Иоанн Креститель. Не думайте говорить себе отец у нас Авраам. Можно ли сегодня сказать не думайте говорить о себе что мы православные. Он православный принял крещение. Как жил так и живет. Жизнь его никак не изменилась. Но он же православный. Он ходит раз в год на Пасху. Яйца красится. Проблемы относятся ко всем. Не только к православным. О всех которые думают что они что-то делают. Другой мусульманин он творит что попало. А настоящий мусульманин он не ворует. Они близких друг другу заботятся. Целомудрие сохраняют у женщин. Хотя сами как жеребцы лютые. Пошли дальше. Спасибо Христос. Десятый стих. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево не приносящее доброго плода. Срубают и бросают в огонь. Толкование. Секиру называет суд Христов. А деревьями каждого человека. Итак. Неверующий посекается с корнем за неверие свое. И ввергается в гиену. Не сказал. Которое не сотворило. Но не приносящее. Потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость. А ныне похищаешь. То какие плоды приносишь. И как будешь приятен Богу. Вопросы. Матфея 3.11. Я крещу вас в воде в покаянии. Но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас с Духом Святым и огнем. Толкование. Иоанн сказал им. Сотворите плод. Теперь показывает. Какой плод. То есть плод веры в грядущего за ним. А за ним шел Христос. Он был и по рождению позднее его шестью месяцем. И по объявлению. Ибо сперва явился предтеча. А потом Христос. О котором он свидетельствовал. Я говорит. Не достоин быть и последним рабом его. Или носить обувь его. Под обувью разумеет двоякое сошествие его. Одно с неба на землю. Другое с земли в ад. Ибо собаки. Суть. Кожа плоти и умерщвления. Этих двух схождений не мог понести предтеча. Ибо не понимал как они совершились. Он щедро исполнит вас благими дарами Духа. Тогда как мое крещение не дает ни благодати Духа. Ни отпущения грехов. Но он отпустит вам грехи. И щедро даст Духа. Вопросы? Вопрос такой. Иоанново крещение правильно понимаю? Что оно только к покаянию приводило. А Господне крещение позволяло еще и сотворить плоды достойные. И обновляло душу. И вторая часть вопроса. Он будет крестить вас Духом, Святым и огнем. Вот где-то читал, что крестить Духом, Святым и огнем. А под огнем подразумевается Слово Божие. Вот. А у меня сейчас еще книга передо мной по тройским листкам. Тут написано, что те, кто не будут принимать то, что он говорит, тех он погубит огнем вечным в геене огненной. Потому что он есть не только спаситель, но и судей огрозный. Вот как правильно разуметь? Игнатий Ханч, растолкуйте. Крестить огнем испытания, которые грядут на церковь. Геенский огонь тут совершенно... Микрофон не включили. Огнем испытывает Господь страданиями, которые наводит на людей. Или по отдельности, или массово. Репрессии, войны, плен. И вот Господь крестит этим испытывает. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Блаженно и изданные правды ради. Не надо, когда тебя гонят, боясь в другое место уехать. Господь говорит, гонят в одном городе и бегите в другой. В Духе Святом это значит полностью человек перерождается. Он внимательно слушает, что ему Господь говорит. Полное погружение в Духа Святого. Его совесть, освященная Духом Святым, все время подсказывает, можно это делать или нельзя. А огнем это только испытание. Господь говорит, желал бы не извести огонь. Огонь, который придет, люди уверуют во Христа, они будут все гонимы. Негонимых практически не бывает. Как? Домашние. Вот я пришел, говорит, что? Разделить. Двое против трех. Сноха. С детьми. Все будут друг против друга. Один принимает учение, а другой нет. Вот. Что крещение огнем, это не только сошествие Духа Святого в огненных языках, но и гонение страдания. Все отошел. А вот как эту грань вот соблюсти между... Вот сейчас мы наблюдаем, что Никита, например, делает, да? Он вроде как тоже враждует с... Как бы, вроде благочестивые у него такие намерения, да? Но по факту получается, что вот эта вражда, которая возникает, она в том числе из-за этого. То есть он вроде как какие-то вещи правильные, но он неправильно их доносит. Или, например, какие-то вещи вообще неправильные изрекает. То есть вот эта грань, она же должна быть все-таки? Не совсем ясно, какая грань. Если человек обратился к Богу, гонение в один час начинается сразу. У мусульмана, если ты изменил, перешел в христианство, задача убить его. Не два, не три, а сорок, как говорится, еще два миллиарда против него пойдут. Вот тебе и огонь, огненное испытание, которое на вас посылается, и говорит, не чуждайтесь. Апостол Павел прямо называет гонение страдания. А тут, когда говорят, что крещение Духом Святым, вот это и есть огненные языки сходят, когда человек пламенеет огнем, не просто тлеет. Его все касается. Даже совершенно невыполнимая задача. Он молится, и Господь доверяет ему это дело делать. Все. Спасибо, Христос. Матфея 3.12 Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Толкование. Когда креститель от него и потом будет грешить, а простите, когда креститесь от него, от Христа, и потом будете грешить, не думайте, что он простит вас. Нет, он имеет и лопату, то есть рассмотрение и суд. Церковь, в которой хотя много крещеных, подчеркнуто это слово, выделено, подобно как на гумно собирается с поля все, но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы. Другие пшеницею, то есть которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом. Неугасим огонь гиенский, посему обманывается реген, когда говорил, что мукам будет конец. Комментарии Игнатия Лапкина на выделенное слово, что хотя много крещеных. Понятие в церковь, простите, принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову. Церковь, с какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных люгот и выгод, когда патриарши и монарши престолы соединились все вместе. А теперь не просто трудно, а почти невозможно вернуть все к первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровой, но допускают одинаково к таинствам и волков, и змей, и овец. В начале было не так. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в житии Макаря Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, и только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши. И происходит не рождение, а удушение. Когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божию, он должен сначала уверовать, а потом погрузиться в воду во святом крещении трижды. Марка 16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вопросы? Матфея, 3 глава, 13-14 стихи. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, Киану, креститься от него. И он же удерживал его и говорил, Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Толкование. Креститься чистый, дабы нас омыть и показать нам, что приступая к крещению, должно наперед очиститься, дабы впоследствии не осквернить крещением, падая в грех по худому навыку. Возбраняет же ему Иоанн для того, чтобы зрители не подумали, что и он, Христос, подобно многим другим, крещается в покаянии. Предтеча имел нужду очиститься от Господа, ибо и он, происходя от Адама, заимствовал от него скверну, порожденную прислушанием. А воплотившийся Христос очистил всех вопрос. Матфея 3.15 Но Иисус сказал ему в ответ, «А оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его толкование. «Теперь, — говорит, — уступи, будет время моей славы, но теперь я не обнаруживаюсь. Правду называет закон. Человеческая природа, — говорит, — подверглась проклятию, потому что не могла исполнить закона. Посему я исполнил все предписание закона, остается одно, то есть креститься. Совершив это, я освобожу человеческое естество от клятвы. Это мой долг». Иисус крещается, будучи 30 лет, так как до этого возраста человек совершает все грехи. В первом возрасте преобладает неразумие, во втором, то есть юношеском, сильный пыл, похоти и гнева. А в 30 лет, когда человек делается совершенным мужем, любостяжание. Таким образом, Иисус выждал этот возраст, дабы во всех возрастах исполнить закон и очистить нашу природу, и подать нам силы побеждать страсти. Матфея 3 глава 16-17 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз с небес глаголящий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!» Толкование. «Адам заключил их, а Христос отверзает, дабы ты знал, что и ты отверзаешь их, когда крещаешься. Сходит Дух во свидетельство того, что крещаемый больше крещающего». Иоанна и Иудеи почитали Великим, а Христа не так. Все видели, что Дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос «Сей есть Сын Мой возлюбленный» относился к Иоанну, но чтобы все, видя Духа, уверовали, что «Сей глаз» относился к Иисусу. «Сошел в виде голубя по причине незлобия и кротости голубя. Притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота. Так и Дух Святый». С другой стороны, как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист, так и теперь Дух Святый, возвещает о разрешении грехов в виде голубя. Там лист масличный, и здесь милость Бога нашего, в котором Мое благоволение, то есть в котором Я успокаиваюсь, в котором милости. Вопросы? В ангеле от Матфея 4.1 Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Толкование. Сим учит нас, что после крещения особенно надо наожидать искушений. Отводится духом святым, ибо он ничего не делал без духа. Отводится же именно в пустыню, дабы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Посему нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя. Дьявол называется так, то есть клеветником, потому что клеветал на Бога Адам, когда сказал ему, Бог завидует вам. Он и ныне клевещет на добродетель. Вопросы. Матфея 4, 2. И постившись сорок дней и сорок ночей напоследок залкал. Толкование. Поститься, дабы показать, что пост есть такое же сильное оружие против искушений и дьявола, как присыщение, служит источником всякого греха. Поститься столько времени, сколько Моисей или я. А если бы больше, то воплощение его показалось бы призрачным. Когда уступил природе, тогда и залкал, дабы алканьем дать случай дьяволу подпустить к себе и сразиться с собою. И таким образом поразить его и не изложить, а нам даровать победу. Вопросы. Евангелие от Матфея, 4 глава, 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Толкование. «Слышал этот разбойник голос с неба, сей есть сын мой. Но вот видит, что он залкал и недоумевает. Как может алкать сын Божий? Почему, желая удостовериться, искушает его? Словами, если ты сын Божий, он льстит ему, надеясь тем, что надеясь тем, что-нибудь выкрасть у него, знай, что послушаться дьявола в чем бы то ни было грех. Притом, дьявол не сказал, да камень сей будет хлебом, но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество, тогда как для голодного совершенно довольно и одного хлеба. посему Христос и не послушал его. Вопросы? Матфея 4,4 Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Толкование. Это свидетельство заимствовано из Ветхого Завета. Именно так говорит Моисей. И евреи питались манную не как обыкновенным хлебом, так как она по слову Господню удовлетворяла всякой нужде их и заменяла все чего бы кто не захотел есть. Рыбы ли хотел иудей, яйца ли, сыра ли, молока ли, мясо ли, манна удовлетворяла всякое требование вкуса его. Комментарий Игнатия Лапкина. Всяким словом священного писания от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди. Библия это животворящий источник жизни, вдохновения, спасения это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека, любого состояния, возраста, эпохи. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библии в руках перед народом, иначе по слову Божию и толкованию святых отцов его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златоуст говорит, что если бы, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть если не было живой вдохновенной проповеди о спасителе, ты напрасно ходил в церковь, и когда придешь из храма, то не спеши сей за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в доме Божьем. перескажи им его проповедь всяким словом, это значит 77 книг полной Библии, это 1526 страниц, это 96 часов спокойного медленного чтения. Если человек приобретает специальность за пять лет, то чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещении звание, нам не хватит и тысячи жизней. Иисус Новин 1.8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мудрые кулинары могут приготовить изысканные яства для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляют стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умения разрешить таинственный смысл Божественного Писания. Не только пастыри, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами, тем более бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать как поступить в любой ситуации и как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, кто не может защитить истинность веры Христовой, этим приносит вред всей церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать Священное Писание. Все о невыборочном. Через Слово Божие мы познаем волю Творца. Иоанн Златоуст говорит, что если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя, а не зная Его законы, ты поневоле нарушаешь их, а нарушая заповеди Божьи, ты погибаешь. И все это от того, что ты не читаешь Священное Писание. Вопрос. Матфея 4, 5. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Толкование это была боковая выдавшаяся часть храма, представлявшаяся крылом. Матфея 4, 6. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. Колкование. Если ты Сын Божий, словами, если ты Сын Божий, хочет возбудить тщеславие, я не верю голосу с неба, как бы так он говорит, покажи мне, Сын ли ты Божий, проклятый, неужели потому, что он Сын Божий, ему должно было броситься вниз. Твоей жестокости свойственно низвергнуть беснующихся, а Богу спасать. А то, что написано «на руках понесут тебя», написано не о Христе, но о святых, которые нуждаются в ангельской помощи. Христос как Бог не нуждается в ней. Вопросы? Матфея 4,7 Иисус да тут говорится о святых это на наше время перенести о тех, кто старается очиститься рожденным Святым Духом. Тех ангел оберегают. Так получается? Ну, а ты что, не веришь, что святых ангел оберегают? Или в чём вопрос? Ну, тут святых написано, я и спрашиваю, что это относится к тем, кто рождён свыше. Так? Ну, не к грешникам же, конечно. Спасибо, Христос. Слава Христу. Матфея 4.7 Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего толкования. Христос кротко отражает его, научая и нам побеждать демонов кротостью и смирением. Вопросы? Ну, вот, хотелось бы задать вопрос Игнатих Игнатих о луже смирении. Вот когда не нужно молчать и смиряться в каких вот ситуациях, ну, есть такая книга «Молчание предается Бога» или примеры вот этого лже-смирения существуют они, приведите, пожалуйста. Понятно, что с дьяволом нужно кротко, но иногда и врезать надо, я думаю, дьявол это по зубам. Ну, со словом смирение очень близко подходит слово безразличие. Да, да. Его не гнев не покажет, а Ян Златоуз говорит так, гнев это то, что Бог дает, чтобы мы могли, Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кой я не воспламенялся, не просто там тянет резину. Он говорит сразу, ты сын дьявола, враг всякой правды, доколе будешь совращать прямых путей господних, можно представить, какая интонация у него была, а это сейчас все тихо, спокойно показывает, то есть ему все равно, он нигде не противостанет ни лживым утверждениям вышестоящего начальства, нигде он не выступит за обижаемых, попранных. Смотрите, сколько людей переходит в церковь, вот сейчас фотографии везде стоит, патриарх Кирилл крестит ребенка, сам крестит, рядом два епископа видно стоят, женщина, он ребенка держит вот так ногами кверху, одетого совершенно и ладошкой, согласно канону он должен быть извергнут сразу, и они не стыдятся это, делает зло. Патриарх Алексей II говорил прекратить там, где нет полного крещения, а здесь наоборот все, то есть опиширует, почему, а католичные, почему, сколько смещенников они молчат, а вот был, как твой говорил прямо, был, Павел Адельгейм где, убили, ну, так убили, то убили, но дальше на этом не остановилось, зачем Иоанн Златоуст говорил против Евдоксии, цариса тогда была, он опять беснуется иродиады, головы Иоанновой ищет, и сразу соглядатые прибежали, ваше царское величество опять против вас говорил, как его первый раз или как землетрясение было, как вернули и в конце концов сослали, до ссылки до конца не дошел Кукузи, так и умер, но он до конца был верен, а за что, из-за чего все началось, а там был такой человек феогност и он умер, а вдова осталась, а закон приняли такой, что если поле какое-то, виноград или что-то еще, человек идет и сорвал там где-то, может считаться вором, но если это цариса, она не своровала, а почему, а сразу это поле переходит в ее собственность, то есть она в своем поле зашла, а человек еще не знает, а уже все, земельный комитет переделал карту, и вот так и было, она зашла виноградник, там что-то ущипнула, ягодки две может съела, а теперь ну это мой виноградник, а ему лучший виноградник в другом месте, человек заортачился, ну она осталась, я осталась одна вдова, и как теперь быть к нему, златоуз говорит, закон, закон языческий, зачем ты мне его показываешь, верни все, что сделай-то, только стоило бы отойти, она говорит, ты многое вот нам образец, он везде вмешивался, самая простая где-то обида была, он старался разрешить и пострадал за это, сегодня есть такие, очень редко, но встречается и в милиции есть такие, и депутаты такие, вот об этом надо заботиться, он воспламенялся за них, он писал, ходатайствовал, ответ брал, а в то время, когда Сталин был, его сразу же сгребли бы где-то, а он до конца доходил до самой последней инстанции и бывает выиграл процесс и оставил нам пример, как Филипп Колычев фамилию, митрополит, ну все молчат, что творит Иоанн Грозный-то, а он ему противостал, не подал ему благословения-то, ну мы знаем, он, Князь Серебряный фильм, где там Игорь Тальковский играет, вот и все, тут понятно делается, ты ответствен за все, с чем соприкасался, не останься безразличным, а то смирение, а то лже-смирение, ты видишь в церкви, какое безобразие идет сегодня, даже венцы не надевают, венчане-то нет в церкви, двое держат сзади, где вы видели такое? Где, чтобы человеку присвоили какой-то орден, ему не прицепили его, а только так, помахали перед лицом, но обман на каждом шагу, исповеди практически нету, друг, тайна исповеди, друг на друга нависает 20 человек, и человек боится, стыдится, сказать, какая тайна исповеди, всех при счастье, чаще причащайся, да где такое есть чаще, наоборот, не допускали до 30 лет, вот какие пяти ми были, 30 лет, обычно, в Любодиане, там, 7 лет, а сейчас подходит, вот вы тут разговаривали, я не знаю, там, Виталий, кажется, он здесь, у Калиников, беседовали, один там, Петерим, ну, просто, говорить нечего, совершенно человек не понимает, что говорит, а он архиепископ, ну, вот, я согрешил, вот, я не женился еще, впал, то, друг, ну, что, третью часть псалтыри прочитай, третью часть, ты ему задай задание, чтобы наизусть выучил, да за дверями еще простоял 7 лет, патриарх Геннадий никого не рукополагал в дьяконы, пока псалтыр не заучит наизусть, патриарх, вот какие были правила-то, а потом все сошло до того, что и читать даже не умели, что Дмитрий Ростовский пишет, в страшном разорении все было, а какое-то, я перед всем смирился, смиренный, ты стучи и греми, во все инстанции, где можешь, а то ничего нельзя сделать, неправда, я отвечаю на это так, еще ничего не начинали делать, мы на остановке стоим, каждую неделю идет автобус, отвозят в тюрьму, я там работал, помогал, по камерам шел, раздавал, все, а тут, такое углубление, как бы, асфальт провалился, но не обрубило ничего, а просто провалился, и так можно выехать, то есть, ну просто так, машина объезжает, и все, я говорю, давно это такое, ну тут что-то было, видимо, провалился, она не так, что об обрывом, а просто прогнулась оттуда дорога, а это бесполезно, да неправда, я сразу в милицию позвонил, все, через неделю еду, совершенно ровная дорога, вот я просто пример говорю, ничего нельзя сделать, неправда, ты вступись, был такой Бонапарт, Наполеон, он прямо говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет, ничего нельзя сделать, я 50 с лишним лет, стучал и стучал, с Пасхой всех архиереев поздравлял, стройте купели, идите на озеро, на море, крестите правильно, и сейчас в многих-многих местах это делается, а то ничего нельзя сделать, твое имя будет написано, как начаток, что ты разбудил это дело, и стали проповедовать кое-где, ну конечно и врагов наживешь сразу, ни одного, ни двух, но мы для того и пришли, это поле, вот это, жизнь пройти, говорит, не поле перейти, это сражение, прямо Господь нас посылает на борьбу с дьяволом, я победил его, и вы крестом его победите, не бойся, слово не бойся, встречается больше всего везде, сегодня мне скинули материал, Тихон Шевкунов, он теперь епископ Егорьевский, какое-то на него большое, видимо, звание движется, его сейчас много раз отправляют, я сказал, пригласите его ко мне в Потеряевку-то, говорят, это духовник Путина, Владимира Владимировича, ну вот он, я говорит, а я все время выделяю, когда места писания, то их делаю жирным, курсивом, и красным, и он делает это теперь, он это делает, где он видел, ну я-то делаю это уже десятки лет, а он-то, только сегодня заметили, он говорит, это так важно, это так, Господь говорит, разное там, покайтесь, придите, есть, но чаще всего слово есть, не бойтесь, не бойся, главное, никогда не бойся, учат боязливых в озере Огненном, так что ты такой неспокойный-то, а как я могу успокоиться, когда душа гибнет, душа гибнет, власти ничего-то не знают, где-то как-то, а ты и действующий, мне Бог дал это видеть, вот идешь, ну дорога не такая, не только дорога, а тут подниматься, мимо идем где-то, да я призвал людей, тут военного, пенсионера, инвалид войны, Люда у нас с ребенком, идет и сразу раз, поднимаются вот так, там ступеньки три надо, ничего не сделали они, пригласил Алтайскую правду, газета вышла, все с фотографиями, раздал депутатами, все сделали, сделали пандус, сделали ступеньки, все как надо, ну просто надо убедиться в этом, ты не безразличный, не будь как сквозняк, я прошел, я не видел, а Бог разве не видел, спасай взятых на смерть, не говори, что я не знал, разве Бог не видит, прямо Премудрый Соломон говорит, спасай, от тебя не зависит, зависит, один пришел, другой третий, там видно будет, все, отошел, час прошел, вопросы можно задавать, так, вопрос, можно задать, да? Давай. Вот у нас начинается, ураза у мусульман, и начали ходить, вот попрошайки, они такие, как таджикские цыгане, что ли, если честно, я их боюсь, говорят, они даже гипнотизируют, я не открываю им дверь, и ничего не подношу, закрываюсь, и все, как мне правильно поступить? Ты правильно поступила, Рахиль, правильно, когда дают нечестивому, то, что ты подала, сразу оказывается в пригорши у сатаны, в житие святого Нифонта, они не нуждаются в этом, они не работают, ты поступила правильно, и так и делай, А то я не подошла, и сама вот угрызение совести, я думаю, никакой, никак, вот у нас есть материал, к истинному православию книга, и там о посте, у священника-то книгу верни, что он у тебя присвоил? Да, сказал верну, ну вот так, о милостыне вернее сказать там, кому можно подавать, кому нельзя, в добродетели покажите рассудительность, прямо апостол Петр призывает, так, Сергей Павлович, и к тебе, раз никто не говорит ничего, я скажу, ты, я тебе звонок, если дам, чтобы быстро ко мне приехал, потому что мне вчера позвонили, как обычно, где нам помогали-то, та организация ответила, я раньше по организациям ходил, просил для детского лагеря, а потом нашелся один человек такой, очень добродетельный, и ты уже знаешь это дело, что я напишу, Тоне, даже вчера позвонили, и говорит, вот того-то у нас нету, того нету, сейчас из другого города привезут, пример, сахару сказал, а сахару у них нету, так они купили сами, четыре фляги по 48 литров, меда, все это под пломбами, мне привезли, я не хотел брать, я говорю, вы ошиблись, наверное, нет, вот как Бог делает, что значит, любовь Божия к нам, чтобы ты это помнил, как только звонок дам, напят на машине, надо будет вывозить, я гляжу, здесь Оля Симоненко, Витя на сестра, голос подай, Оля, Тихонович, здесь, здесь ты, ты не забыла, мы с тобой договорились, ты мне маленько кукурузу-то, посади на мой пай, посажу, Игнатий Тихонович, но еще не пашут огороды, но я знаю, что ты сделаешь, это очень хорошо, прям участочник какой-то сделай, мы как-то вывезем оттуда, давай, хорошо, хорошо, по славу Божию, все. Так, вопрос еще, надо ли каждый раз допытываться раздающих еду, из чего приготовили пищу, несмотря на то, что я предупредил, что я постую, среду и пятницу, а если в храме раздают, то есть, человек, ну, как бы, сомневается, что там она, пища постная, и не боится пост нарушить, надо ли каждый раз, вот, спрашивать, что это ты даешь, или верить человеку? Не надо спрашивать, не бери, все кончилось, а то у нас тут выступает благочинный, на Валтайке, погиблов Михаил, вот если пригласили, а это на Новый год, еще пост идет-то, ну и положили тебе солидный кусок мяса, да чтобы не соблазнять, я его лучше съем, да ты уже пришел, уже соблазн, идет пост, а ты зачем туда, зачем пришел, языческие деревья рубят, и все, а ты идешь туда, никогда не бери ничего, никогда, и ничем ты не обязан брать, скажи, я не нуждаюсь, я сытый, вот и все, а то брать, не брать, спрашивать, да зачем тебе брать, когда ты не знаешь, как готовили, что там было, что нашептали на это, и болеете на каждом шагу, никогда нигде не брать, кроме самых близких людей, у нас в общине там, ну придут, я отказываюсь, но 2-3 человека есть, которые, ну, очень близкие, тут я уже беру, приходят, стараются добро сделать, вы нам все даете, а мы-то кого тут, ну, надо смотреть, вот сейчас у меня уехал Володя, я сам готовлю пищу, воскресенье, субботу бывает, принесет там Татьяна, а я так не беру, никогда, сам, картошку, рожки туда бросил, соли, больше еще нету, так, еще вопросы, пожалуйста, задавайте, добавлю, Сергей, едут наши священники, да, пост, это ты в поезде, ну, а там же носят пирожки, он же же спрашивает, когда ты говоришь, спрашивать, а не спрашивает, они спрашивают, он говорит, постные пирожки, она говорит, да, говорит, вы поймите, мы только купим вас, но этот грех ляжет на вас, она говорит, постные, постные, они берут, а потом едят, там посмотрят, ну, они там, с печенкой, или с чем-то, ну, то есть, но не постные, а вот это, за сестру, за сестру, скажу, что она, говорит, этот, открывать, давать или не давать, то лучше не давать, тем более, если она, этот, подпадает по этот гипноз, видите, у них это дано, видите, у них стражей, это даже наших цыган, жждано, да, они подошли, там смотрят на глаза, ля-ля-ля-ля-ля, а люди же просто повытаскивали, и деньги, и золото, все отдают, им это, все. Ну, да, у меня, 14% не поддало. Ну, видите, дано им, вот видите, дано, вот это, тут хоть крути, хоть не уйти, дано им это, и с рождения, понимаете? Ко мне раз пришла цыганка, говорит, подайте ради Христа, я вроде было, к холодильнику-то метнулся, а потом у нее цыганенок из-под юбки выскакивает, и колбасу копченую ест, я так думаю, я уж забыл, когда колбасу копченую-то ел, дорогая, я говорю, слушай, говорю, у нас, уборщица уволилась, помой, говорю, два пролета, говорю, тут эта лестница, я тебе дам 50 рублей, она фыркнула, и пошла, ничего ей не надо сразу, ходит, побирается просто, так вот, и много раз испытывал, почему не работаешь, то есть, ну, человек ленится, не хочет работать, а побираться-то, это, гораздо выгоднее, спину гнуть не надо, и все, говори, а у меня, говорит, времени нет, он говорит, ну, время же, ты нашла, ты у храма стоишь, уже два часа, милости не просишь, у меня, говорит, трое детей у храма стоит, попрошайки, тоже вот разговаривал, да, тут рассудительность должна быть, но я другое, да, есть сведения, такие, когда негде молиться, бывает православные, они арендуют на короткое время, допустим, католический храм, и там проводят богослужения, то есть, хорошее отношение с католиками, а бывает там протестантский какой-то, ну, тогда православные приходят, совершают там литургию, там, что у них, престол свой, сборный уходит, и спрашивают, хорошо они делают, которые разрешают им, ну, а что тут плохого-то? Что-то они могут услышать. И вот оказалось, сегодня мне скинули материал, который Андрей Кураев, и говорит, у мусульман, в их книге написано, что они могут молиться и с христианами, в их здании, у них не вмещаются они, не везде, а если 10 человек уже не могут войти вплотную, принимается решение строить новые мечи, 10, а у нас кого 10-то? Половина храма пустой, это еще стоят-то. И вот теперь, в Англии нашелся священник, который видит, что они на улице стоят, мороз и дождь, молятся негде. И он сказал у себя, вот у нас храм, заходите, молитесь там. Ну, и теперь, правильно ли он сделал-то? Что, как так? Ну, если нам это нравится, что нам дают там, когда нам негде, а почему мы теперь против-то? Ну, поставили условия, чтобы молились про себя, прилично были одеты, и главное, чтобы бороды были ухоженные, хорошо пахли. Про бороду мне даже интересно, чтобы православным маленько, благоухание, поднос дали. И вот здесь молятся, а они приходят, это не один, говорят, а весь храм наполнили. Ну, смотри, учись. Ну, раздали храм, то не развалится. Сказали про себя, общей молитвы нету, а каждый про себя скланяется, и все, а когда общая, то проповедь, говорят, чтобы ничего этого не было, а только преклонить колени, совершить намаз. Да, кого он... Ну, у тебя выходы есть, и есть, так ты тогда и другому, говорят, подскажи. Я ничего в этом не вижу зазорного. Нам запрещено, молиться, ходить с еретиками. Не участвовать в их аминь, когда они говорят, что нет троицы, и прочее это. А этот человек совершенно никакого вреда не делает. Он не на улице, ты оказал добродетель. Ну, и теперь, а самое больше ненавидит вот это вот, а попы. Как они все взыграли, а почему? Сразу понятно делается, доход падает. Некоторые люди могут перейти мусульманство. Да ты учи, учи, и никто никуда не перейдет. Вот я не думаю, чтобы мы занятия вели, и кто-то пошел еще что-то искать. Только так уже, по недоразумению, все. Вот еще вопрос о переносе в Израиле столицы, там Трамп все это обсуждается. К нам, христианам, как это относится, и зачем это нужно Америке, вот это перенесение столицы, связано это как-то с приходом антихриста, и что вот это закулисно, вот это вот, там же Палестина, война идет, и вот сейчас вот 59 человек, по-моему, погибло, из-за этого, просто табличку поменяли. Нам-то какое дело до этого? Государство это Израиль, и оно в ООН везде помечено, как Израиль. Америка тоже государство, хорошее отношение, и с Тель-Авива они переносят туда посольство. Что они сделали не так? А они против? Ну, это их вопрос. Вот у нас ЕГИЛ, допустим, запрещенный, тут не может быть, и для Израиля Америка не запрещенная, потому что она на этом вся держится. Я в этом ничего не вижу. Мне разве если никакой нету, но просто по-человечески, вот я бы был политик и сказал, каждое государство имеет это право. В столице другого государства сделать свое посольство. Ничего в этом нету. Они диктуют свою волю. Там где-то принадлежит какая-то часть им. Это все будет отобрано. Вечная, неделимая столица Израиля и Иерусалим. Они пришли туда спустя тысячу лет. Я не то, что там я иудей или какой-то, но я должен сказать по справедливости. Израиль и Америка ничем не порешили против арабов. Все. Но вот еще и политический вопрос, что вот 9 мая, бессмертный полк и что вроде как Украина говорит, что ну не какая-то не победа, но вот что и что с коммунизм-то все это, что вот один дракон голову другому, что приравниваются на ценность фашизм и коммунизм. Ставится знак равенства между этим и никакой, ну и память тем более погибших и оскверняется этим. Как к этому относиться? Никак. Нас это не касается. Но говорить фашизм и коммунизм равны неравны. Коммунизм сотни, в тысячу раз больше зла принес. Там никого не уничтожали своих, а здесь всех богатых раскулачили священство, офицерство, дворянство. Под корень все вырезалось. Своих. Гитлер этого не делал. И поэтому не приравнивать. Почему Нюрнбинский процесс не устроили коммунистам? Когда они в морозилках сколько погубили? Это во всем мире погибло сколько? Советская территория от коммунистов-то больше погибла. Поэтому на этом и должны смотреть здравым разумом. Они делают это, это их дело. А то там повесили главных головорей. Это 21, кажется, человек у них повешены были. Ну и Герин там, Гиммлер избегли. Раньше отравились. А коммунисты-то так и были. Кто Вавилова расстрелял? Кто миллионы людей поставил к стенке в морозилках севера? Никого ни разу не судили нигде. И зачем теперь говорить? А вот бессмертный полк. Как он бессмертный? Они уже смертные все. И люди, которые идут, они даже не верят. Ну, прошли только делов. Мало ли, что люди делают где-то. Они не хулиганят, ничего, никакого отношения мы к ним не имеем. А который был верующий, за него помолились. А не верующий, он кричал там за родину, за Сталина, допустим. И что? Он получил свое. Так он защищал, умер. Ну и награда такая, пенсию там, жене повысили. Нас совершенно это не касается. И даже вопрос задавать не надо. А если твои родственники погибли, у меня три дяди там погибли, все верующие, мы за них молимся. Молодые ребята, 20 лет, 21 и 23. Макар, Филарет и Эммануил. Мамины братья родные. Молодые ребята, бригадиры были. Всех взяли, все погибли. Говорят, они были, учились в артиллерийском там. У меня племянник, вот он женился на Маше Барабашто, Марк. И он нашел даже их там, где они были, нашел, где моего отца наградили, ему руку оторвало под Смоленском, Дорогобуш там какой-то, Дорогобушный город. Нашел все, и там под каким номером отсюда, или какую медаль, где он там лечился, что... У меня подозрение, что воина, я Есеневский у отца помощь ему оказывал. Его довезли. Руку-то оторвало только кисть, а пока до Красноярска довезли, под самое плечо уже резали. Левая рука у моего отца, Тихона. Ну, к нам это вот как национализм, это же против Западного Христа нет ни Иудеи, ни Елена, а нацисты, они в одну нацию, над другой. И 9 мая, это празднество, наш народ, как бы, победа над фашизмом, то есть над нацизмом против вот этой заповеди, и христиане тоже воевали, там, ну, кто-то там убивал, не убивал, там, ну, но, говорить, что, а вот это коммунисты попобедили, то, и вот это, мне тоже как-то непонятно. Нас-то всегда учили, что... Это один учитель придумал вот это вот, идти с портретами. Сейчас тысячами идут, а потом, говорят, на помойке бросают, все, идут дальше своим делам. Фотографии-то, домой он понесет эту палку с фотографией. Нас совершенно это не касается, на них это никак не повлияет. Это люди придумали новый себе какой-то предмет прославить. Прошли вместе, ну, и только делов-то. Они не громили, витрины не били, ничего не было. Ночь длинных ножей хрустальных не сделали. Даже рассуждать-то не о чем совсем. Это их дело. Мир, говорит, слушает их, они говорят по-мерзки. Придумал учитель один, все. А то тут, дядя Бова, мы с тобой пропели, ученики, ну, забунтовали, ну, заниматься нечем. А если бы он знал, что ему 7 раз в день молиться надо, да еще надо милостыню сделать, этого бы не было. От пустоты. Киприан Карпагенский говорит, одному убить грех нельзя. А когда куча собрались, тогда уже не грех, а награду дадут. И награждает таким же крестом, который поставили на могиле убитого тебя. Все это незнание Бога. А ты молись, а что Бог делает? Игнатий Тихонович, а вот сейчас против Путина там бастуют, забастовки устраивают. Это же не правомощное действие, да? Потому что власть отпущена к Богу. Не правомощных накажут. Нас это тоже не касается. Нам дано право молиться за царей и начальствующих. Посланник Тимофея, апостол Павел пишет. И мы каждый день молимся, Господи, перечисляем Дмитрия, Медведева там, Путина Владимира, своего губернатора, всех перечисляем, Эрдогена, Амана, Рамзана, Дональда. Сохрани их от покушения на них, чтобы издавали мудрые законы. Все. Я больше ничего не могу сделать. Никаким поносительным словам ни против Порошенко, никого не подсоединяйтесь. А мы за Петра Порошенко молимся каждый день. Каждый день. Чтобы Бог дал ему добрые разумы, на него тоже покушения не было. Чего-то трудно определиться разве. Мы христиане, мы ищем мира. так и есть. Это власть Богом дана. Поэтому против нее нельзя возмущаться. Дана или допущена, это вопросы разные. Главное, она есть. Мы ничего не будем делать. Вот у вас и так, вот дорогой мы ехали. Чего мне не хватает? Хлеб у меня есть, потеряйки, голодом никто не ложится. Земля, никогда при коммунистах этого не было. Общину бы нельзя было создать, детского лагеря не было, книги бы не издал, миссионерской поездки не было. А это все мы получили благодаря тому, что произошла эта революция. Вот и все. Бескровное, можно сказать. Мне достаточно всего. Чего я пойду? Куда? Зачем? Подписи какие-то собирают. Ничего не надо этого. Надо молиться и трудиться, радоваться, чтобы Бог дал тебе коротенькую жизнь. Учи детей, внуков. Откуда время берут? В бездельники, в городах. А в деревне никто спортом не занимается. Спорт, иди вон, 20 у него там скотины, выбросай навоз, напой ее, сено раздай, и все. Показывает какой-то инвалид, у него ноги оторвало там где-то на машине, обоих ног нету, по колено. И он раздает скотине, все ходит, без слез смотреть нельзя, у него времени нет свободного. Это от безделья люди мучаются. Как Лев Толстой говорит, питается хорошо, и поэтому говорит, энергию девать некуда, клапан один только открыт, ниже живота, и поэтому блудит беспробудно. все. Татьяна Тихонович, есть такая поговорка, что-то плохо слышно, Сергей. Я сейчас отключу видео. Есть такая поговорка, бьют, беги, а дают, бери. Я знаю, люди, которые принципиально ни от кого, ничего не принимают. Но вот во Святи Библии, в Творении Святых Отцов, есть какие-либо ограничения, брать что-либо у людей, ну, кроме тех, которые нечестивые. Ну, если тебя не надо, зачем же брать-то? А дают, говорят, ну, кому-то передай, зачем меня прокладкой делать-то? Не брать. Один подходит, ну, там, который праведник какой-то, как называют, в керре сидит, и подает ему золотую монету. А то деньги были. Да зачем мне? Ну, возьми, я тут работаю. И когда он уснул, в эту же ночь видит, этот, который подал, он грешник, он сидит в терновнике, колючки, не подойти к нему, голый-то. А этот тоже видит себя голый. Ему голод, говорит, спасай его. Он полез, застрял, и до утра не мог вылезти. Встал, утром у него все в крови. А он пришел к нему, он тогда подает, и говорит, возьми монету. Нет, он тогда ее бросил в окно, она покатилась туда, вниз. Все, не будешь брать. Тебя не просто кормят, а чтобы ты был ходатаем. А ты ответь, я и так молюсь, если ты молишься. Не брать. Никогда. Ни за умерших нигде. Подают что-то, блины какие-то. Я никогда, ни разу не брал. Зачем? У меня все есть. Верующий был. Да вон так. Ну и вот, я на нем и молиться-то не буду. Если он верующий был, вопрос снятый. Кто будет веровать и креститься? А не верующий, говорит, что не увидит жизни вечной. Это обман. Ну, решительно отвечайте. И лишние слова не говорите. Умейте многое сказать в немногих словах. А то сам говорит человеку, вот я пошел, да, а потом я пришел, да, сам себе поддакивать. Эти да, выбросите из лексикона. Отошел. Спаси Христос. Слава Христу, Егорович. Давай, Сергей Павлович, тормоши. Пасху свою. Сергей, как у тебя на работе? Как с площадкой там у тебя обстоит? Записался я на прием к замглаве администрации во вторник 22-го. Буду разбирать этот вопрос. И написал письмо в этот, кто он, общероссийский народный фонд. Они сразу как бы отозвались, позвонили и сказали, мы вам поможем. Но нужно делать все легитимно. То есть написать обращение, чтобы вам выделили землю, вам напишут официальный отказ, а потом тогда уже будем делать. Все по закону. А я без закона там сделал, самовластно захватил. Естественно, говорит, он мне объясняет, что, говорит, если бы у тебя была земля, заросла репьем, и кто-то на твоей земле начал бы что-то строить, как бы ты себя повел. Ну, вроде как, оправдывает власти. Да я бы спасибо бы сказал, да денег бы еще дал, сказал бы работайте, но они же, ломать бы не стал. Ну, а у них по мерзке-то вот так вот все. Потеряю вкус, вспомнил. Крапива была, приехали, взяли лопату, восстановили деревню. Ломать-то проще все, построил и возьми. Я вот мне давно смотрел в Кемерово, который до ребятишки сгорел, ломают. Я первым делом думаю, зачем же ломать, такие труды заложены, ну, а потом, видишь, память сейчас, сквер будут, там могилки будут вспоминать. Вспоминать. А вывод это не делают, что в воскресенье они в церковь пошли, дети, это увеселительное заведение, где мультики смотрели, где садомия прославляется. Про это я один только Чаплин сказал, респект. А там на памятниках-то не напишут этого. Память, память. Погибли дети, но выводы надо делать. В воскресенье в храм идти, а не смотреть порнографию всякую садомистскую. Вот и все. Паси Христос. Ну, как мне Виталий говорит, нет худа без добра, сломали, значит, кто-то найдется, человек построит еще лучше, где-то в другом месте, может быть. Так что, паси Христос. Пока так занимаемся без ограды. собаки уже дрессированы, слава Богу, никому не мешают. Молимся хорошо. Спасибо Христос. Так, Елена, грудь закрой. Закрою, закрою, закрою. Вон, посмотрите, с артисон Валентина, как с дочкой Екатериной одеты. Картинка. А я еще во вторник, то если, Игнарь Тихонич, хотите со мной, то можно еще 2-3 человека попросить по помощи для Потеряевки, все-таки замгубератора по жилищно-коммунальному хозяйству. Или у нас все есть, у нас все устраивает. А что именно? Я не понял вопроса. Я записался на прием вот именно по вопросу в юбилейном парке площадку. И мне разрешили еще с собой 2-3 человека пригласить. Нет, не надо. Нас, Господь, а ты отдельно совсем. Еще привяжутся, еще не рад будешь. Нам лишь не надо показываться. Лагеря-то нет, а фактически-то мы сохранились. Приобрели дома, и в домах теперь отдыхают. Ты объявление скорее вывешай, а то мне уезжать. Хорошо. Теперь приглашаем взрослых с детьми. Вот сейчас собираются сразу сегодня вот два. Я вижу здесь вот Астахов Николай и Марина Христенко. Вот уже двое, которые едут. Один из Москвы, другой из Украины. Еще будет. Я не вижу сегодня здесь усатую Наталью. Из Германии. Так, вопрос. Можно ли в воскресенье, ну вот уже после богослужения, после четырех часов дня поработать на огороде? Нет. Категорически. Абсолютно нет. Иначе камнями вас побили бы. А если, допустим, помочь кому-то бесплатно, то есть не свою помощь, а гадать? Нет, разницы нет. Ни вол, ни осел не должны работать. Перечисление идет. Ты можешь в этот день поехать даже где-то, кому-то, помочь. Не работай обыкновенно, не делай дело обыкновенных. Прямо указывается, привычнее, которое тебе. А кто-то за больным поухаживать, где-то что-то, слово Божие возвестить. Ну, на природе, с детьми побыть, это там ягода, это разрешается. Это отдых. А так нет. Нигде и никогда не делать этого. В воскресенье у нас даже всю неделю сыр, а в этот день жарко, и надо убирать, пшеница погибает. Мы поставили, нет, погибнут, значит, пусть погибнет. А когда двунадесятый праздник в середине еле попадается, у нас никто не работает. А фермер разрешается, а литургию отслужил, дальше идет. В воскресенье превышает все. Мы поставили строжайшее правило. И ни разу еще не были покинуты Богом. Я смотрю, стоит там одна женщина у нас и подметает горох, собрали, бетелкой. Я сразу подъехал. Зачем это делаешь? Да вот тут рассыпалось. Сделаешь завтра. На сегодня машины едут. Пропади оно пропадом. Иначе камнями побьют. Уйди. Да это фарисейство. Фарисеи спасаются, саддукеи нет. Посадь себе суббота. Это суббота Ветхозаветная была, это Новозаветная. Он щепки собирал, какие-то сучки. И что его? Побили камнями и все семейство погибло. Суббота Господня. Это самое, посчитай западе, не убей одно слово, а субботу подробно все говорится. Ни вол, ни осел, ни лошадь, ни машина, чтобы никто не работал. Так, а в двунадесятые праздники вот завтра вознесение можно работать? Я говорю, для всех нас не работаем мы, а пермю разрешается. Три есть специальности, которые работают и воскресенье. Это врач, сторож и кто ухаживает за скотиной. То есть, двунадесятый праздник, вот завтра праздник будет, он тоже приравнивается к воскресенью. То есть, в этот день тоже... Не приравнивается, даже близко нету. Праздник этот, мы в деревне отдыхаем, занятия идут, а фермер в это время после службы может идти работать на поле, у него погибает все. А воскресенье нет, неприкасаемо, это неравное. То есть, завтра в огороде пополоть не грех будет, если после богослужения-то. Ну, я сказал фермеру, фермеру, а так каждый пойдет на огород. Ну, пойдут все равно, греха-то нет в этом, ну, желательно, чтобы... Посетите больных, где-то посвидетельствуйте, маленько-то раскрепостите. Иные люди все работают, другоголик там называют, у него продыху нет нигде, все работает. А я вот сегодня был на Старом базаре в Барнауле-то, там их... Я ужаснулся, там какая работа-то идет, что они сделали-то, Бродвей настоящий. Там эти киоски стояли, все спихнули. Такие здания закатили, это хоть в Париже ставь их. И это идут фотографии прямо, огромные фотографии. И идешь, конца не видно, в каком году это было, какой купес, и все это, съемки, снимки, снимки. Это прямо музей какой-то. Это надо же, кто же это делает так? Как они смотрят? Барнауле, я посчитал сегодня, они входят чуть ли не в двадцатку самых обеспеченных машинами. Ты знаешь, сколько машин здесь? Ну так любого спроси. Население в прошлом году впервые достигло в Барнауле семьсот тысяч. Семьсот тысяч. А машин сто семьдесят одна целых восемь десятых. Ну это сто семьдесят одна тысяча и восемьсот машин. Шагнуть негде. Из них чуть не пятьдесят шесть процентов иномарки. Семьсот тысяч. Впервые перешагнуло. Добавлю за вот это за работу, что брат серии спрашивает. Вот, например, если полить, надо полить, то, конечно, надо полить, потому что солнце, жара, она надо. Это у меня было. Лично у меня было, ну по жизни, да, уже была тогда семья, жена была. Так мы раз тоже, так красное число нельзя, нельзя, нельзя. Так мы или три, или четыре раза пересевали огурцы. Они просто пропадали. И потом жена говорит, так, все, хорош, больше тебя не буду слушать. Вот такое было. так все, Сергей, наверное? Да, помолимся. Ангелы, нечистая дева, радуйся, и пакереку, радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба, и мертвая воздвигнула, и люди веселитесь, святейся, 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 новый Иерусалим, слава Бога, Господня, на тебе воссия, ликуйны, не веселись, а сегодня ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстанье Рождество Твоего. Милосердный Создатель, Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием отблагодарить за все милости, какие испытали и на этой неделе, как много Ты нам открыл, и что Ты допустил, какие несчастья, болезни, это Твоя воля, научи нас смиряться перед этим, научи нас ценить это мирное время и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, даруй духовное рождение патриархам, священникам, лепископам и правителей умудри и сохрани их от покушения на них. Тебе Боже слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси, Христос. Слава, Христос. Спаси, 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 Христос.